5 мая 2020 года, Ютербургский госпиталь, территория Ютербургского госпиталя, в кадре здание аптеки, двухэтажное здание, на мой взгляд, больше всех пострадало от времени. Мы здесь были с вами пару дней назад, 3 мая походили здесь, в подвал спускались, здание поликлиники, но дальше будет за этим зданием. Солнца появилось, не было, когда сюда ехал, вообще прохладно, 12 градусов в настоящее время. Вот так было, вот так в кустах бассейн противопожарного назначения, здание инфекционного отделения, мы там были два дня назад, в эту сторону магазин, общежитие, дальше еще четырехэтажный дом. В эту сторону склад, дом командира и, пожалуй, и все. Вот солнца не стало. Идем по асфальтовой площадке или дорожке. Вон он бассейн. Когда мы были в подвале, я табличку обнаружил, ошибочно читал, что это прапорщик отверственный, нет, целый подполковник ответственный. Вот эта табличка. Когда я обещал ее взять с собой, забыл, не взял. Вот. Пользуясь случаем оказия. Подвальное помещение, ответственный за противопожарное и санитарное состояние, подполковник медицинской службы Сальков. Вот в этом подвале табличка была. На сей раз я ее, конечно, заберу. Прямо сейчас я к велосипеду. Мы здесь походили с вами. Это вход в здание поликлиники. Вон он велосипед. Я здесь положу, потом я заберу его с собой. Вот какие заросли здесь. Попытаемся выйти сейчас в КПП. Это с голосом. Извините, пожалуйста. Вот здание командования госпиталя. Мы здесь с вами завершали наше видео. Насколько я помню, предыдущее. от 3 мая. Мы идем дальше. Вот он вход сюда. Мы, конечно, были там во всех помещениях. Фото, видео у нас есть. Налево для нас дороги нет вовсе. Уж не знаю, была же здесь. Вход туда не было. В эту сторону, там где вход был. Тут забор. Основной. Но мы направо. КПП. К входу. Когда мы начинали нашу работу в группах с участниками группы, с кем мы сотрудничаем уже более десяти лет, здесь таких не было зарослей. Мы были очевидцами. Делали фото спокойно. Это здание командования. Или управление госпиталя. Это, видимо, была здесь стоянка велосипеда. Но мы же идем дальше. Вот КПП слева. Мы зашли. Идем с этой стороны. Вот КПП. Отметились. Развернулись. Пришли мы вот оттуда. Вот КПП. По этой тропинке. Сюда была тоже дорожка. Сейчас ее не видно. Вон главный корпус просматривается с левой стороны. Дорожка вот эта. Здесь охрана проезжает. Видно свежий след. Это здание. Руководство. Командование. Бордюр еще сохранился. И вот здание. Начинается главный корпус. Или основной. Название цветов кустарника мне неизвестно. Не могу сказать. Вот завершается это здание. Командование. Или управление госпиталя. Начинается клуб. А мы же еще здесь ходим. У входа в главный корпус. Видимо приемное отделение. Вот как тут дерево выросло. Пока тут нас не было. Справа здание клуба. У нас цветерок. Как видите. Солнце скрылось. Пасмурно. Как бы дождь не пошел. Здесь пандус для колясочников. Видимо. Для больных. Или для пациентов. Закрыто для нас. Но мы там были с вами. Не один раз. Здесь. И зайти всегда можно. Прямо туда можно выйти. К другим входам. Главного этого корпуса. Справа. Это клуб. Здание клуба. Далее. А это здание столовой. Прямо. Вот мы в кадре. Мы также были. Вот где-то здесь войти можно в клуб. Да, вон там дверь дальше Столовая Для нас все закрыто, конечно Но зайти везде можно При желании Как видите, я здесь Нахожусь Но никуда не заходим Поскольку мы уже везде были Вот здесь вход Вон он Вон он вход в клуб Столовая Второй этаж Жилой В подвальных В подвальных помещениях В числе прочих Еще и баня Вот здесь сразу, если войти Под пандус В подвальном помещении Под всем зданием Кочегарка или же котельная Это Это казарма Да, это уже казарма Клуб мы прошли Идем вдоль Здания Столовой Что-то невнятно Поясняют участники группы Кто же питался здесь Больные питались Насколько я знаю Или пациенты Или пациенты В самом здании К ним туда притаскивали Наверное, ходячие Больные Здесь питались Наверное, военнослужащие В подвальном помещении Кочегарка Котельная Мощные котлы Спускались мы туда Были Прямо Куда автопарк С левой стороны Площадка Я все думал Что ж такое Здесь огорожено Забором бетонным Как раз здесь Вот Это был склад угольный Или же засыпался уголь И засыпался вниз А там уже вагонетками Тачками По котлам Потом, видимо, не стало хватать Мощности этой Кочегарки Поскольку построен был Новый корпус Родильного отделения Двухэтажное здание Общежития Жилой дом Четырехэтажный Наверное, надо было Отапливать и Расширяться Вон там стоит Новая котельная Дальше Тут КПП Ведущая Я заезд В автопарк Это здание Прачечной Здание Казармы Мы повернули Я уже не упоминаю Что мы везде были У нас есть фото и видео Качество, конечно, разное Даже вон лампочка Извините Фонарь Светильник Целый Вот мы куда пришли С вами обошли Каштан В здание Казармы Поближе подойдем Каштан Дождь Дождь, наверное, будет Вот Каштан Молодой Каштан Ну сколько мы тут лет? Ну лет Двадцать 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 Казармы Казармы Слышно, не слышно, птичек Сирень здесь Кто-то же работал здесь Рачечный Вот тут дорожки ведущие Бетонные дорожки Туда можно было пройти К общежитию Медицинского персонала Ну направо Вход к Казарму Однотажное здание дерева Деремо облицованное Вот Я считал, что казарма Или общежитие Нет, это Склад был Последнее время Туда уже идти Можно Но Мы там уже ничего не увидим Развилка Перекресток Вот так прямо Там уже будет Здание Общежитие Таких зарослей Конечно Не было Вот так Солнце скрылось И совсем Другое дело Пасмурно Неуютно Грустно Но мы не грустим Нет Вот здание Общежития И там дальше Уже будет дом Четырехэтажный Который Реставрируется Ну вот Пожалуй И все Посмотрели мы Сегодня Территорию Метербургского Госпиталя Вон этот дом Проглядывается Папа и дочь Как раз мы Завершаем Наше видео Я к велосипеду И быстренько Насколько Да позволит Обстановка Выезжаем Я приведу Пустарник Чтобы Завершить Видео На хорошей Ноте Пустарника Близко нет Светущего Зато есть Вот Какие цветы Вот они Сегодня 5 мая 2020 года Ютурбургский Госпиталь До свидания До новых встреч